В этом году официальных выходных у нас почти месяц. 10 дней новогодних каникул, затем День защитника Отечества, там было 3 дня. В марте отдыхали 4 дня в честь Международного женского дня. В мае еще 4 дня отмечали 1 мая и День Победы. И в июне были затяжные выходные благодаря Дню России. Не жизнь, а сплошные праздники какие-то. Нужны ли нам такие долгие дни без работы? Сколько теряет работодатель, пока мы отдыхаем и все ли бездельничают в официальный выходной? Сейчас мы об этом и поговорим с нашим первым гостем Сергеем Остапцовым, заместителем руководителя Государственной инспекции труда в Краснодарском крае. Сергей Александрович, ну не много ли у нас выходных в году? Депутаты не раз говорили, что нужно сократить у нас праздники. Да, я думаю, достаточно выходных. Может быть, даже еще можно немножко добавить. А сколько нужно на ваш взгляд? Ну, еще недельку было бы нормально. Экономисты говорят, что серьезные убытки из-за больших новогодних праздников несет страна. Ну, тоже серьезные убытки. Не знаю. Я не экономист, но с точки зрения труда, любой организм должен отдыхать после работы. И оптимально на сегодня то, что есть. И рабочие дни, и выходные дни, и праздничные восстановление организма в любом случае приветствуются. Вы говорите, 5 дней оптимально, а не успевает устать человек? Ведь производства же разные бывают. Ну, производства разные, но там разные режимы работы. Это мы с вами говорим о нормальном продолжительности рабочего времени. С 9 до 6? Ну, с 9 до 6, с 8 до 5. Да, 40 часов рабочая неделя и 42 часа отдыха. То есть это трудовым кодексом прописано, собственно говоря. А что у нас в трудовом кодексе говорится именно про выходные? Как они оплачиваются? Что они должны быть и все? Нет, подождите. Одно дело, что выходные должны быть. Кодексом установлено, что есть праздничные дни. У нас их там 14 на сегодняшний день. И есть выходные. Выходные в обязательном порядке на рабочей неделе 42 часа должны быть. Есть разные режимы работы. То есть есть 5-дневная рабочая неделя, есть 6-дневная рабочая неделя. Хорошо. Если вам предлагает работодатель потрудиться в воскресенье, как быть? Что требовать взамен? Ну, во-первых, предлагает работодатель, у нас по закону сказано, что работник может согласиться, а может нет. То есть он должен письменно дать согласие, что он хочет работать или может работать в выходной. Кроме этого, работодатель за выходной день мало того, что производит оплату в двойном размере, либо по желанию работника может предоставить ему дополнительный день отдыха, если он в выходной работник. И что, действительно, работник может сказать «нет, не буду» и будет прав работать? Ну, так бывает, в принципе. На крупных предприятиях, где нет прямой зависимости между руководителем и рядовым работником, так бывает часто. А вот скажите, по поводу графиков иных, так скажем. Есть же ведь работа 2 через 2, сутки через 3. Это нормально? Ну, есть такие режимы работы, когда в зависимости от какого-то вида производства рабочее время может удлиняться. Если оно больше, чем нормальная продолжительность, работодатель может установить сменную работу. Это вот 2 через 2, вы говорите, день через 3 – это сменная работа. То есть работников привлекают посменно, но если не отрабатывают 2 смены, то потом 2 смены отдыхают. А вот ночная работа, она как-то дополнительно оплачивается? Ночная работа оплачивается, но есть у нас не то, что ночная работа, есть работа в ночное время. Потому что ночь у всех разная совершенно, у нас определено четко. С 10 вечера до 6 утра это работа в ночное время. Оплачивается минимум в повышенном размере на 20% выше, чем дневная. А есть такое понятие «ненормированный рабочий день». Есть такое понятие. Хорошее понятие. Уловка для работодателя, наверное, да? Да, но тоже не совсем правильно. Есть отдельные виды работ, профессии, по которым нельзя такой режим рабочего времени устанавливать. Вообще ненормированный рабочий день – это особый режим работы, когда эпизодически в отдельных случаях работодатель при необходимости может привлекать отдельных работников, не всех. Отдельных работников именно к такому режиму рабочего времени. Ну вот у нас на телевидении, если какое-то ЧП случилось, то журналист посреди ночи, соответственно, едет на место происшествия. Можно сказать, что в воскресенье выходной. Может и в воскресенье поехать, да, но чтобы отснять, извините, какой-то материал. Поэтому у нас получается ненормированный рабочий день, да? У вас тут сразу много описали режимов работы. И, насколько я знаю, за это полагается 3 дополнительных дня. Минимум. Их может быть больше. На самом деле за ненормированный рабочий день может быть и 10, и 15, и 30. Это устанавливает работодатель? Минимум 3. Кодексом установлено. Все, что свыше, устанавливает работодатель либо по соглашению с работником, либо по соглашению по коллективному договору, то есть со всеми работниками. Там может расписать. Свои правила работодатель имеет право устанавливать? Допустим, ну будет шестидневка. Все, я так решу. Опять, просто сам решить не может. Такой отличный, обычный, от нормального режима рабочего времени он может установить по согласованию с работниками, с коллективным работником. То есть если он всем это устанавливает, то он с ними это должен согласовать. В договоре это прописывается? Ну, обычно коллективный договор, соглашение. Там это прописывается. Что устанавливается шестидневный режим работы. Но опять, вы же не забывайте, что при шестидневном режиме работы, там не восьмичасовой рабочий день, там день рабочий короче. То есть продолжительность рабочего времени максимальная в неделю, 40 часов. Это может быть по пятидневному режиму по 8 часов, либо по шестидневному, там более короткие рабочие дни. Сибирь, извините, а вам хватает двух дней, чтобы отдохнуть в воскресенье? Ну, не хватает. Не стоит ли вот на понедельник еще глаз свой? Дело в том, что, наверное, два дня это оптимально. То есть первый день мы приходим в чувство после работы, а второй день настраиваемся на следующую неделю. Понедельник же трудный день, говорят. Может быть, мы понедельник тяжелый, берем выходные. У нас в России вообще были предложения, в доме звучали, по три дня рабочих сделать. То есть понедельник отходим от выходного, а в пятницу готовимся к субботе. А вы проверяете предприятие, как соблюдается? Обязательно. И в том числе по вопросам рабочего времени приходит к нам обращение, определенный процент. То есть уже прям жалобы от работников поступают? Да, поступают жалобы на предмет того, что привлекаются к работе сверхурочные, не оплачиваются. То есть сверхурочная работа, все, что выше нормальной продолжительности, оплаты нет. Вот нас интересует работа в воскресенье. Много у нас нарушений вот именно среди вот этого графика? Нет, на самом деле работодатели стараются, попадаются на нарушения, да. Но все-таки все люди, все прекрасно понимают, что работник, если он не будет отдыхать, то результата работы нормального не будет. Еще такой вопрос. Вот мы говорили, что нужно согласие работника работать в воскресенье. Если что, это оплачивается в двойном размере. А если это не соблюдается, какой штраф работодателю грозит? Юрлицо от 30 до 50 тысяч, на должностное лицо до 5 тысяч рублей. Собственно, мы... За каждый факт нарушения. Выяснили все, что хотели. Спасибо большое заместителям и руководителям Государственной инспекции труда в Краснодарском крае Сергей Оставцов был у нас в студии. Спасибо.